По территории Самарской области проходит три больших магистральных газопровода. По правилам безопасности у каждого объекта есть охранная зона. Кроме нее еще на 350 метров распространяется так называемая зона минимального расстояния до газопровода. Но владельцы земельных участков нередко нарушают границы. В запрещенной зоне строят бани, коттеджи. Шесть таких незаконных объектов будут снесены по решению суда. Но мы при этом понимаем, что каждый снос – это рост социальной напряженности. Нам надо очень тщательно взвешивать вопросы предоставления земельных участков. Решить проблему можно, если будет комплексный подход, уверены участники заседания. Крупная энергетическая компания региона заключила соглашение с муниципалитетами, чтобы те выясняли, не входит ли земля в охранную зону, прежде чем выдавать разрешение на строительство. То соглашение, которое с муниципалитетами мы подписываем, дает возможность нам и им сделать возможность, не привлекая всех остальных, зная, что там газопровод находится, рассматривать другие инвестиционные проекты, предоставление земельных участков теми или иным семьям без нарушения охранных зон и зон допустимых расстоянов. По итогам Круглого стола во все муниципалитеты направят рекомендации по работе с нарушителями границ и предотвращению случаев самовольного захвата земельных участков. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События.